День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи магистр права и преподавателя, и декан юридического факультета Балтийской международной академии Ирины Светкова. Добрый день. Здравствуйте. Да. Ну, на этой неделе много было интересных событий. Правительство с удивлением узнало, что, оказывается, у нас образовался целый картель строительной компании. Они были очень удивлены. Сказали, надо что-то с этим делать. Правда, неизвестно что, но что-то делать надо. Также на этой неделе мы увидели на улицах, а кто-то даже в них участвовал, массовые протесты. Ну и, конечно, по-прежнему актуальна проблема беженцев. Ну, правда, поток, я так понимаю, несколько истяк, поскольку Ирак с Латвией не граничит. И, видимо, возникли проблемы с доставкой новых партий беженцев. Ну, вот обо всем по порядку. Может быть, начнем действительно с той темы, которая еще такая долгоиграющая. Впереди еще, я так понимаю, обсуждение этого законопроекта об обязательной вакцинации. Так его назовем еще во втором чтении. Вот, если так, Ирина, поделить правовой аспект вот этого законопроекта и вот реакции на него части, по крайней мере, общества, несколько тысяч людей собралось по разным оценкам. Кто-то говорит 4-5 тысяч. Ну, сами организаторы говорят, что там в два раза больше. Как вы все это оцениваете, вот эти акции уличные? Это все-таки что? Как бы такая уже преждевременная предвыборная кампания. Выбор это только через год с небольшим. Или это действительно недовольство людей? Или это, вот не знаю, как кто-то сказал, бунт антиваксеров от убежденных противников вакцинации? Как бы вы все это оценили? Да, я, конечно, хотела бы абстрагироваться от того, кто является антиваксером или ковид-диссидентом, а кто все-таки не является, и посмотреть на это, наверное, с юридической точки зрения и с политической позиции. Конечно, этот законопроект – это повод. Это был повод возмущения какой-то части населения. Корнем этой проблемы, если абстрагироваться от действительно пандемии, которая захватила весь мир, это действительно война настоящая, которая объявлена людям, да, и с которыми мы должны как-то справиться общими усилиями. Это очень важный аспект, к которому я потом вернусь. Конечно, на этом фоне понятно, что должны быть приняты какие-то ограничения и так далее. Но внутри нашей страны есть другая проблема. Она, это проблема с момента избрания последнего сейма и с момента создания последнего правительства. Мы прекрасно знаем, что фактически это правительство создавало абсолютное меньшинство. Его создавала та партия, которой было выражено по сути своей, фактически, недоверие за предыдущие годы, за предыдущие правительства. И ее волшебным образом удалось создать. И здесь вопрос фундаментальный, самая главная проблема в том, что есть абсолютное недоверие к власти. Недоверие к власти и недовольство властью. И действительно, мы за уже период, который прошел первая волна пандемии, мы видим, какое было на самом деле, с одной стороны, с одной стороны была некая беспомощность в первое время, как пришлось делать ротацию и менять министров, как пришлось действительно менять вообще подход к ограничениям и так далее. И все это, и диалог, которого не существует, достойного диалога с обществом, все это приводит к недовольству. Безусловно, всегда будет часть населения, которая недовольна. Безусловно, нужно соблюдать права и свободы. Но они не абсолютны, они не абсолютны как с одной стороны, то есть с стороны тех, кто, так сказать, антиваксеры, так и с другой стороны, тех людей, которые считают, что это необходимо, важно и так далее. И этот баланс должен нам обеспечить, должно обеспечить правительство и должна обеспечить власть. В этом фундаментальная проблема. Недоверие к власти не смогли, вот Каринш, которому выразили недовольство эти десятки тысяч человек, которые пришли, они действительно, понимаете, эти спекуляции, пришло 4 или 5. Мы видим, что пришло огромное количество людей, недовольных людей, которые готовы выразить активно свою позицию. И это сигнал, да? Да, и говорить о том, пересчитывать, сколько их было на квадратный сантиметр, ну это, по крайней мере, глупо. И что мы видим? Каринш на следующий день говорит, что нам нужно единство. Ну, наконец-то он произнес это слово. И он произнес это слово на фоне того, что этот протест проходил, оградившись забором. То есть кабинет министров загородился забором, и за забором нам говорит, давайте будем едины. Ребята, давайте жить дружно. Да, я неоднократно повторяла. Здесь вопрос общественного договора. Здесь вопрос доверия к власти. Здесь вопрос умения, мудрости правительства найти этот компромисс, примирить все эти стороны. Объединиться, у нас же абсолютно постоянная парадигма разъединения общества на этнической почве, на политической, по политическим взглядам, теперь еще и на почве пандемии. Ну, это совершенно нездоровая ситуация. Общество абсолютно больно, но прежде всего оно больно не в связи с пандемией, оно больно потому, что у нас нет единого латвийского общества, которое может поступиться какими-то своими правами и свободами во имя блага государства и нашего общества. В этом фундаментальная и главнейшая проблема. И, конечно, если мы посмотрим на это потом с политической точки зрения, ну, естественно, те, кто все время критикует оппозиция, новые политические силы, которые приходят, они, конечно, стараются и пытаются доказать, что нынешнее правительство и нынешние политики не способны решить проблемы и задачи, которые стоят перед нашим обществом. Вместе с тем мы видим, что у нас действительно, мы пришли к тому, что у нас самая низкая заболеваемость в Европе. Ну, наряду, кстати говоря, с Польшей, которая может явиться вообще таким примером, и почему-то об этом очень мало говорят. В Польше с населением больше 40 миллионов, да, у них очень низкий тоже индекс заболеваемости. Проблема болезни существует, да, этого нельзя отрицать. Те, кто, слава богу, с этим не связывался или кто переболел легко, это не значит, что этой проблемы не существует, это не значит, что от этой болезни сегодня не умирают люди, она, к сожалению, не изучена и так далее. Но если мы посмотрим на это как на борьбу, как на войну, как на борьбу с врагом, да, с ковидом, как с врагом, то здесь очень важно было единение общества. И, естественно, у нас еще вторая проблема со стороны нашей власти, что они привыкли все делать ограничениями и запретами. Ограничениями и запретами. Нет баланса, нет соразмерности никогда. Лучше и легче запретить, да, легче запретить митинги и протесты, легче запретить выходить на работу, легче запретить посещать школу очно, чем организовать, действительно вложить деньги или призвать как-то совместными усилиями создать условия, чтобы это было возможно. Вот в этом очень важная проблема. И, к сожалению, мы имеем таких политиков, наверное, которых мы заслужили. И надо делать выводы. Да, еще есть больше года, чтобы сделать выводы. Спасибо за исчерпан такой анализ именно протестов. Но вот если мы обратимся к такой, ну, насколько здесь, что здесь больше, право или политики, ну, вот этот законопроект обязательно вакцинации, у него же есть сторонники не только среди политиков, да, вот и многие там говорят, в том числе и медики, что есть целый ряд стран, даже в Европейском Союзе, в которых наблюдается из-за большого количества населения дефицит вакцин, да. У нас сейчас, можно сказать, слава богу, нет дефицита, даже есть определенный выбор, можно спорить, насколько он там велик, да, но, тем не менее, там 2-3 вакцины есть. И вроде бы, когда есть такой выбор, не прививаются даже те категории, не все привиты вот этих трех профессий, которые сейчас хотят обязательно это сделать, да. Вот здесь тоже вопрос. С одной стороны, понятно, что человек по природе своей не очень любит, когда его к чему-либо принуждают, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы, говорят, ну, понимаете, ну, есть страны, где там в очереди люди стоят, там пытаются этот, как-то обойти эту очередь, там создался дефицит. Здесь вроде бы есть вакцины, это все бесплатно, люди все равно не идут, государство должно что-то делать, поскольку, не знаю, попытки с помощью уговоров, красивых плакатов, которые тут понавешили, так сказать, по городу, что с фотографией плеча, вот давайте быстрее колитесь, ну, не помогают эти элементы. Что здесь делать? Опять же, по поводу того, как власть старается действительно внушить или призвать к тому, что это нужно делать, да. Вот я начну с рекламы, которая размещена. Вот с одной стороны, она вроде бы безобидная, кажется, да, и скопированная с американской старинной рекламы. А с другой стороны, посмотрите на эту рекламу, какую агрессию она в себе несет. Вот эта рука, поднятая, да, поднятая в кулак, да, она вообще несет в себе агрессивный смысл на самом деле. То есть нас, нам показывают в кулак, что мы должны, значит, вакцинироваться. Ну разве, ну вот никому не пришло в голову, что это имеет такой подсознательный момент, когда человек просто, ну, противится тому, что ему показывают. Зачем ему опять кулаками, запретами, да, то есть это все находится в парадигме, и это утвержденная реклама просто еще раз тому подтверждение, понимаете. Безусловно, самая лучшая реклама – это пример других людей, да. Вот реклама, которая была, когда известные какие-то люди, причем, что очень важно, здесь уже была попытка сделать это на двух языках, призывали, да, прививаться и говорили своим примером, что они так сделали, да. Сразу скажу, что я, конечно же, тоже привилась, да. Но я не хочу ставить это во главу угла, да. Все-таки давайте смотреть на это комплексно, еще раз повторяю. Профессии, в которых это обязательно. На мой субъективный взгляд, конечно, профессии обязывают к тому, чтобы соблюдать эти требования, и действительно есть профессии, которые связаны с жизнью, безопасностью и сохранением жизни других людей. И, конечно, это важно, чтобы эти люди были привиты. Можно много говорить, спорить по поводу того, что привитые тоже болеют, собирать эту единичную статистику по всему миру, читать фейки частичные и так далее, и так далее. Но мы знаем реальность, мы знаем проблему, например, в нашей больнице Страдыня. Почему у нас было массовое заражение? Потому что у нас медперсонал, которого у нас катастрофически не хватает, в том отделении, которое занимается ковидными больными, после отработанной смены шли работать в другие отделения. И они, не будучи привитыми, эти медработники реально просто заражали. Потом можно, конечно, опять рассказывать, что, наверное, это не они принесли, да. Хотя, честно говоря, все эти следы можно абсолютно точно выяснить. Да, и даже были случаи смерти, мы знаем, да, в больнице Страдыня, и даже не только там низшего уровня медперсонала. Нужно делать, конечно, эти выводы, и нужно осознавать свою ответственность, конечно. То есть это должна быть престижная профессия, хорошо оплачиваемая профессия, к которой выдвигаются определенные требования. Я, безусловно, считаю, что это оправдано, когда к определенным видам профессии, которые связаны с сохранением жизни большого количества людей, нужно применять определенные ограничения или требования. Да, вот еще, наверное, такой вопрос в этой части, он даже не касается, может быть, Вене и не столько касается этого законопроекта об обязательной вакцинации. И мы видим, поскольку у вас есть такой опыт работы в парламенте, мы видим, что у нас парламент, это, кстати, не первый созыв, который страдает вот таким недугом, но этот созыв, наверное, особенно, может быть, из-за пандемии, мы видим, что фактически парламент действует по принципу, ну вы нам законопроект принесите, говорят они там, министерством, там, правительству, а мы там дальше рассмотрим. Но ведь это законодательный орган, депутаты должны заниматься, простите, за банальным законотворчеством, которым, наверное, ну, может быть, еще оппозиция пытается хоть какие-то поправки сами там написать, да, но правящая коалиция действует как какой-то стол заказов. Вот они ждут, пока чиновники им принесут какой-то материал, тогда они начинают его смотреть. А что же вы сами? Мы же в парламентской стране живем вроде бы. Да, но это все осталось на бумаге уже давно, и я очень много об этом уже говорила, и с трибуны Сейма, и в интервью. Сама я, конечно, как профессионала подала более ста поправок различных законам, и некоторые из них работают до сих пор, и такие очень важные даже для наших людей. Но что касается нашей, так сказать, парламентской республики и того, что наш Сейм должен заниматься законотворчеством, уже давным-давно, уже десятки, наверное, можно посчитать на десятки лет, функции законотворчества полностью отданы Кабинету министров. Полностью, сто процентов. И эти, как бы это сказать, классические, исторические умозаключения, ну как же так, в Сейме же должны депутаты писать законы, у них должны работать, соответственно, группы при партиях, которые создают эти законопроекты. Они должны идти на рассмотрение в Сейм, и Сейм должен их принять и отдать министрам на исполнение, потому что Кабинет министров – это исполнительная все-таки власть. Так вот, у нас уже давным-давно произошла замена, и именно поэтому у нас Кабинет министров регулирует все процессы в государстве. Абсолютно. То есть это стала исполнительная власть, которая и сама же занимается законотворчеством. И кто же контроль, я хочу спросить, осуществляет за этим Кабинетом министров? Там собираются некие рабочие группы, то есть все штаты, необходимые юристы, работники, представители общественности и так далее, и так далее, отраслей и так далее. Они все собираются в Кабинете министров и рисуют, и там есть уже отделы, которые при министерствах рисуют эти законопроекты. Все ими же получают готовый документ, исправляют грамматические, в буквальном смысле слова, поверьте мне, ошибки, логически, либо противятся вообще самим законопроектам, как абсурдным, несоразмерным и так далее. Вот такая у нас ситуация. В этом, опять же, главная проблема, что давным-давно все смирились с тем и знают, те, кто всеми выполняет функции и обязанности депутатов, если они не спят, конечно, нажимая кнопки в перерывах, они, конечно, знают о том, что они никаким законотворчеством уже давным-давно не занимаются. Более того, с того момента, как создано правительство, и кабинет у министров данной полномочии избран, и есть премьер и кабинет, депутаты, в принципе, я об этом тоже часто говорила, могут уже расходиться по домам. И мое предложение, тогда еще не было актуальным, вести заседание по скайпу, ну, чтобы соблюдать, так сказать, приличие нашей Конституции и регламента Сейма, оно уже воплощено в жизни благодаря, в кавычках, тогда, конечно, пандемии. Да, действительно, из дома теперь стали голосовать в футболочках, попивая чаек, да, в более крепкие горячительные напитки, ругаясь матом, так сказать, да, прилюдно, не стесняясь ничего, да. То есть это у нас сегодня стало уже нормой, по сути дела, да. То есть, честно говоря, вот, честно говоря, мое глубокое такое убеждение, как профессионала и политика и юриста, что парламентская система, безусловно, устарела в своем классическом виде, так как она сегодня работает. То есть какие-то должны быть изменения, да, концептуальные? Должны быть реформы. Много говорили, кстати, затихла история с тем, что должен быть народный избранный президент, и я думаю, что нужно вот этим новым так называемым политикам или политическим силам, которые хотят добиться каких-то результатов, нужно опять поднять эту дискуссию и в конце концов уже сделать такой смешанный вариант, как, например, там во Франции, в России и так далее. И в Литве, в той же, да, нашей соседней. То есть там, где половина депутатов, а на мандатике, так совсем, если по-простому говорить. Да, и тогда и ответственность президента, и его влияние, да, на процессы, и место исполнительной власти, оно будет совершенно другим, иным и правильным. Сегодня обращение к нашему президенту, но оно, понимаете, у нас, не у нас, а в любой парламентской республике президент – это символ. Он вообще не несет в себе ничего, кроме символа. Вот его задача – ездить по другим странам и, значит, встречаться, и проводить официальные встречи, и выставлять фоторепортаж. В этом суть. Все решения принимаются, конечно же, не президентом парламентской республики. Так что вот особенно мне понравилось, когда один из организаторов вот этих протестов в среду в своем воззвании сказал, что вот мы обращаемся к президенту с призывом или с требованием, чтобы он буквально на следующий день, значит, потребовал отставки премьера. Ну, мне тяжело представить, что организатор, будучи адвокатом, профессиональным юристом не в курсе, что президент не может ни правительства, ни премьера, никого, в принципе, уволить. Ну, никого. Ну, может быть, работника своей администрации он может уволить. Ну, президент может распустить сейм, да. Это да. Ты немножко перепутал. А сейм может, значит, сместить премьера и вообще сместить правительство. Ирина Цветкова у нас на прямой связи. Попрошу вас остаться с нами на прямой связи. Последствием зума напомним. Беседуем буквально пару минут. Короткая пауза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи будет опять Ирина Цветкова. Вот завершая, может быть, такую тему, опять-таки возвращаясь, может, в какой-то степени к вакцинации, интересно, что вот по поводу кнута политики помнят хорошо. Я имею в виду законы про это обязательно вакцинации и другие, вот, как вы говорили, и ограничения, и запреты. А насчет пряника как-то вот подзабыли. Ведь была попытка даже какую-то лотерею ввести. Ну, можно здесь, наверное, долго дискутировать, насколько это этично. Не мало ли призов, не слишком ли маленькая сумма. Да, но вот сам факт, что... А где же какие-то стимулирующие вот меры? Ну, кроме того, что будет пускать покушать в кафе внутрь, каких-то других стимулирующих мер я пока не заметил. Мы вас не слышим. Да-да. Да, вот, теперь слышим, да. Понимаете, это же совершенно глупая затея подкупать людей, чтобы они вакцинировались. Ну, это вообще додуматься до такого, я не знаю, до какой степени нужно быть самим таким жадным, меркантильным и приземленным людям. Нужно создавать условия благоприятные для того, чтобы переживать эту большую мировую проблему в более-менее комфортных условиях. Нужно создавать людям комфортные условия для жизни рядом с пандемией. А для этого нужно было сделать совершенно другие вещи. Нужно было организовать так, чтобы было безопасно, но комфортно. Сто раз об этом повторяло. Бесплатные маски. Ну, элементарная вообще вещь, которая бы решила эту проблему еще даже вот в первую эту волну. Раздавать их просто, закупить государство. У нас первая же закупка масок для даже профессиональных нужд для врачей закончилась скандалом, коррупцией и так далее. У нас сверху донизу все пропитано казнократством. Ну, сверху донизу. Мы с вами вот любую тему сейчас опять какую-то другую возьмем, говорим на эту тему. У нас кругом и всюду, у нас откаты, взятки. Вы только начали сегодняшний наш эфир, уважаемый Абик, с картеля, с картельного сговора. Кругом и всюду пронизано насквозь. И поэтому, но жадность им настолько не дает рационально воспользоваться бюджетом и потратить эти совсем небольшие деньги, чтобы увидеть эту картину целиком и профессионально организовать этот менеджмент, управление вообще этими процессами. Они решили немножко выделить денег, кого-то примировать. Но, скажите, вот эта лотерея, она будет относиться к одному-двум, а бесплатные маски относились бы ко всему населению. Надо было эту задачу просто решить, выделить на это деньги, сделать эту закупку прозрачной и бесплатной, а не через буферы латвийских компаний с прекрасными необразованными или только что закончившими вузы юнцами, которые вообще не имеют никакого опыта, но которые сидят на должности, чтобы правильно прошла закупка и чтобы разделить потом откат от неимоверно завышенной цены на этот закуп несоответствующего сертификатам товара, я говорю. Например, Амазка. Но это в нарицательном смысле. Мы можем, я говорю, взять любую. Все, что касается необходимости, если государство быстро должно решать задачи, у нас везде завышенная цена, у нас везде завышенная цена связана с тем, что кто-то получает откаты, и мы об этом потом узнаем, вот как и, например, и о картельном сговоре, с которым теперь государство не знает вообще, что делать. Да, вот тоже интересно, как раз мы подошли к этому картельному сговору, где Совет по конкуренции назначил штрафы 16 миллионов с копейками, но ясно, что это все еще будет строительными компаниями обжаловано, но это интересно, что вот в этот список черный вот этих участников сговора, возможного еще, посмотрим, чем закончатся судебные процессы, там фактически все строительные крупные компании, крупные, я хочу, которые у нас есть, тогда возникает... Понимаете, если их всех наказать и попытаться забрать у них деньги, естественно, они штрафы эти никогда в жизни не заплатят, и будут уворачиваться и донкратировать и так далее, все эти схемы известны, к сожалению, у нас не один раз мы это все проходили, но если их действительно всех привлечь к ответственности, более того, я считаю, что после этого объявления, этого решения, ни одна государственная структура не должна принимать на конкурс заявки от этих компаний, и что у нас произойдет, коллапс, у нас стройка закончится, у нас некому будет строить, у нас все эти компании были в сговоре, ну а я хочу спросить, а, собственно говоря, кто об этом не знал, спроси любого прохожего на улице, ну, конечно, все знают, как у нас это все происходит, конечно, у нас все знают, как нанимаются субподрядчики, как создаются подрядчики, что генеральные подрядчики, так называемые толстосумы, как они получают свои заказы, почему эти суммы неимоверно завышены, почему это годами прикрывалось и никуда не двигалось, почему эти телефонные разговоры в Кнабе лежали долгое время, пока стройки не были закончены. У нас должны строить иностранцы. Я предлагаю китайцев. Да, ну это интересно, такой поворот, может быть, даже с юмором, с такой иронией печальной. Но вот все-таки возвращаясь к этому строительному картелю, даже абстрагируясь от этих крупных строительных компаний, ведь не сами же они себе раздавали заказы, правильно? Ведь не сами они принимают решения. Если мы посмотрим вообще, то конкурсные условия любого крупного тендера, крупного объекта, то мы там увидим, что там такие условия выдвигаются, где компания маленькая и средняя даже не может квалифицироваться, то есть она даже не может выйти как бы на старт поучаствовать просто для разогрева. Конечно. Правила по закупкам, будь то стройка, будь то какой-то заказ на предоставление услуги, на смену ковриков, я не знаю, мытье полов, всегда подстраиваются под определенные, заточены под определенные компании. Это тоже всем известно. И так у нас все живут в Латвии. Все знают, что эти чиновники, казнокрады, напишут эти правила, с уловками стараются, под свои компании, строители, которые действительно только крупные гиганты могут участвовать, и маленькая фирма фактически не подходит по своим параметрам. А они гигантами стали, потому что их накачивали деньгами те же государственные структуры. И потом с этими казнокрадами эти компании крупные делятся. Ну, послушайте, уровень жизни, который позволяют себе наши чиновники, не скрывая его вообще, демонстрируя просто направо и налево, и нагло усмехаясь, говоря, что там какие-то эксклюзивные котлы, так называемые в народе, или часы, да, эксклюзивные, или эксклюзивные машины, ему заработала бабушка, торгуя, я не знаю, там, тюльпанами, или еще какой-нибудь редиской на базаре. Понимаете? Или получил наследство, да, и дома были там миллионы накопленные, у нас высочайшем уровне чиновники об этом заявляют и декларируют это все. Это все распилы и откаты, которые они, конечно же, эти люди, которые очень хотят быть богатыми, я не знаю, почему чиновник должен быть богатым, но тем не менее, да, они, естественно, не выдерживают, хотят это демонстрировать. Кататься на красивых яхтах, ездить на эксклюзивных машинах, коллекционировать машины, например, да, или виды, какое-то там искусство, да, коллекционировать искусство, какой-то вид искусства. Главное, чтобы не такое искусство, которое вот на стене, на стене Ириджской сроковой школы, как мы наблюдали. Это прекрасная отдельная тема, по поводу, эту тему я бы отдельный вообще эфир сделала, назвала бы его «Король-то голый». И вообще позвала бы искусствоведов и людей, которые смотрят на это искусство. Я когда это сначала увидел, это вот, как это повежливее назвать, инсталляцию, я сначала подумал, что у нас есть такие, знаете, ну, такие дворовые художники, которые по ночам, их даже в свое время штрафовали, они с помощью баллончиков рисовали разные граффити. Вы их сейчас оскорбили, я думаю. Я думаю, что я их оскорбил, действительно, я заранее извиняюсь. И когда это все произошло, мне говорят, посмотрите, как школу изрисовали. Я говорю, ну, смотрите, что творят хулиганы. По ночам, видимо, взяли школы каких-то там, как это повежливее назвать, русалок, да, так сказать, в неприличном виде, да, изрисовали. Я говорю, совсем совесть потеряли. Потом выяснилось, что это чуть ли не заказ исторического самоуправления, что это, оказывается, пропаганда искусства, потом обязательно на учебном заведении. Ну, видимо, начнутся школы, потом, видимо, детский сад, ясли. Там тоже надо такие рисунки. Ну, я вам хочу сказать, что, опять же, все-таки я бы смотрела в корень этого зла. С одной стороны, действительно, это вызывает недоумение, как бы, да, и можно говорить, что это недоразумение, может быть, с одной стороны. С другой стороны, есть прогрессивные у нас представители искусства, которые нам навязывают и говорят, что в этом есть сакральный смысл, экзистенциальный и так далее, и так далее. Все это бредятину, навешивать туда всякие цветочки и розочки на этот ужас и, фактически, пропаганду даже в какой-то мере, ну, в какой-то степени, даже я бы не назвала это не эротизмом, а порнографией, которая вообще вывешена на стену. Обязательно школа, при том, самое интересное. что мое восприятие, конечно, больное, и, безусловно, фреует мне в помощь, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Это настоящая пропаганда, и это не так все примитивно, как может показаться, и здесь есть большой противовес. Здесь есть, опять же, то прогрессивное меньшинство, которое нам навязывает свои представления о красивом искусстве, которое размывает границы, которое уничтожает в человеке и в ребенке, потому что это на фасаде школы сделано не просто так, чувство стыда, чувство стыда, и пытается нам рассказать, что это искусство. И на самом деле эта пропаганда, это очень продуманная тактика. Если вы посмотрите на этот комплекс, на то, как это происходит и в других европейских странах, в том числе в Латвии, и, к сожалению, у нас сегодня карты в руки даны этим силам, они проводят целенаправленную пропаганду, и сегодня это просто, ну, сегодня это апофеоз, это на фасаде школы. Завтра это будет действительно уже в школе и в детском саду, к сожалению, если так будет продолжаться. Если наше по-настоящему консервативное общество, а наше общество, большинство консервативное, да, и это кричащее меньшинство, оно всегда кричащее, меньшинство всегда кричащее, да, они нам навязывают и рассказывают, что нет-нет-нет, просто вы глупые и недалекие люди, да, которые не понимают прогрессивных сил человечества и их помощи. А прогрессивных сил человечества уже между тем по Риге проехать невозможно. Я понимаю, что на улице надо как-то ремонтировать, но почему все сразу и почему в дневное время? Я вам хочу сказать, давайте скажем так, это проблема любой думы, которая была избрана. Всегда ремонты проходят в августе, всегда это происходит в один момент. Всегда перед... При любом мэрии, города Риги, предыдущем, нынешнем, было то же самое. В августе месяце осваивали бюджеты к сентябрю. Делайте выводы, почему это делается перед началом школы. Делайте выводы, почему это нельзя делать в июне, потому что в июне лига. Делайте выводы, почему нельзя делать это в июле, потому что в июле отпуска, надо же отдохнуть. А почему это делается в августе? Потому что у нас есть конкурсы, которые выигрываются, опять же, по непонятным ценам, да, и осваиваются бюджеты. Вот и вся история. Да, в результате по центру многие вчера час добирались, никуда не добрались в итоге, да, так что... Нам говорят, нам из года в год, десятилетиями, между прочим, да, Дума Рижская говорит, надо потерпеть. Ничего, зато с сентября месяца, и у нас будет опять, закатают асфальт, потом начнут его ломать, потому что Рига Слуганс или Рига Силтунс какие-то трубы не проложило. Ну, послушайте, мы это все уже проходили. Да. Ну, вот еще одна тема, которую на завершение успеем обсудить, насколько успеем, это, конечно, тема беженцев, которые внезапно у нас тут возникли в большом количестве на границе с Белоруссией. Естественно, жители Латгалии, мягко говоря, не были в восторге от непрошенных гостей, ну, и у нас тоже случился такой пожар на границе, быстро-быстро выяснилось, что, в принципе, у нас лазеек столько на этом, на всем протяжении латвийско-белорусской границы, что там может не пройти только ленивый. Да. И здесь на самом деле тоже есть две темы и два ракурса, с которых нужно посмотреть. Давайте начнем с того, который озвучили вы, что у нас дырявая граница. У нас действительно дырявая граница в буквальном смысле этого слова, через которую действительно могут проходить всякие перебежчики, и в том числе беженцы из Ирака, и в том числе беженцы из Белоруссии, я прошу прощения. Почему нет? Давайте вспомним, почему у нас граница дырявая. Потому что наши казнокрады украли 7 миллионов евро на обустройства, которые были выделены границей с Россией и границей с Белоруссией. Если мы вспомним, у нас замначальника госграницы, привлечен к уголовной ответственности вместе с компанией еще других высокопоставленных начальников, у нас спилили 3 гектара 170-летних деревьев на распил, пустили под эту тему, у нас украдены деньги, у нас есть уголовный процесс, поэтому граница у нас дырявая. У нас опять одна и та же история. У нас кругом казнокрады, у нас кругом те, кто просто получают бюджет и хотят его распилить, чтобы жить недостойно, конечно, своим способностям, но достойно по среднеевропейским меркам. Вот и вся история. С этого надо начать. Почему у нас не ставят этого главу глава? Почему у нас никто за это не ответил? Кого уволили после того, как у нас это безаппорт, просто вопиющие 7 миллионов, когда госконтроль это констатировал, там, и структуры, и действительно возбудили. Даже, кстати, быстро дело передали в суд, надо отдать должное. Кто из чиновников ответственных был уволен за это? Кто за это лично ответил? Скажите мне. Вот эти вот конкретные люди будут отвечать. Вы хотите мне сказать, что эти 7 миллионов, они должны были, я прошу прощения за вульгарность, распилить между собой, как те деревья? 7 миллионов. Им было позволено выигрывать в конкурсах по этим завышенным ценам, несуществующим, да, или левым каким-то контрактам? Ну, давайте смотреть правде в глаза, но, в конце концов, сколько можно уже делать вид, что ничего не происходит. И это фундаментальная проблема. Это, с одной стороны, это проблема наша внутренняя. И вторая тоже, она политическая проблема наша внутренняя, что мы, как европейская страна, обязаны обеспечить безопасность беженцев. Мы подписали все соглашения. Если мы их подписали, то нечего на кого-то пенять. Укрепите границу, и если у вас такие случаи происходят, обеспечьте достойную им защиту, этим так называемым беженцам, о которых мы еще тоже поговорим. У нас тоже этого не делается. С одной стороны, мы участвуем во всех военных действиях НАТО, и мы участвуем во всех соглашениях европейских. С другой стороны, когда касается небольшого количества каких-то беженцев, которые каким-то, неважно каким способом к нам попадают, мы опять находим виноватого в этом. И мы, и даже Литва уже ноту протеста выдвинула. Ну, понимаете, на самом деле оказалось, что ни Литва, ни Латвия до сих пор к этому не готовы, а эта волна первая, которая была, ее просто чудом сдержали, естественно, не благодаря Латвии и Литве, а благодаря тому, что просто действительно сделали анализ и поняли, что мы не сможем ничего обеспечить. И сейчас мы даже с этим меньшинством действительно ничего не можем им обеспечить. И это иракции, так называемые. Но у нас еще ждет и беженцы из Афганистана. Почему нет? Мы их тоже обязаны принимать. И здесь мы переходим к проблеме вообще, а что же такое беженцы вообще? Откуда они берутся? И на самом деле есть опять же разница и взгляд на то, кто эти такие иракцы. Вообще их не существует. Там же разные народы живут в этом Ираке. Арабы, персы, курды, туркмены и так далее. Там живут разные племена, так называемые. И проблема, самая важная, которая никогда не завершится, пока не придет осознание и на глобальном уровне действительно как бы миропорядок не будет изменен. Никакие миротворцы американские либо какие другие не решат эту проблему, если они не поймут, что эти все государства, где существует эта проблема, будь то Ирак или Афганистан, это искусственно созданные государства, которые создала Великобритания. Она обозначила по границе в своих интересах. Она их не обозначила в границах народов, проживающих на этой территории. И сегодня создана ситуация, когда в этих созданных искусственно государствах проживают 74 племени, 74 рода разных, которые бесконечно будут воевать между собой. И мы это сегодня видим на примере Афганистана. И это, конечно, проблема, в которой Латвия значительную роль никакую играть не может, но здесь уже должны игроки мирового уровня принимать какие-то меры и осознать и, может быть, как-то по-другому подойти к этому. Сегодня выход американцев из Афганистана повлечет за собой массовый исход бегства афганцев, которых нам надо будет в Европе принимать. Да, это правда. Но вот, к сожалению, ничего такого оптимистического под занавес нашего эфира у нас не было. Ну, такова, наверное, реальная ситуация. Об Афганистане мы поговорим еще с другим экспертом в следующем часе. Ирина Цветкова у нас была на прямой связи. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова